В Мариал в этом году заработают 13 новых спортивных объектов. Большая часть из них уже построена и введена в эксплуатацию. Остальные примут первых посетителей осенью. Так, в Волжске к новому учебному году будет завершен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и заработает лыжероллерная трасса. Всего во втором по величине городе региона в этом году заработают три новых спортплощадки. Не менее радужная перспектива ждет жителей остальных городов и районов республики. Промежуточные итоги реализации регионального проекта «Спорт. Норма жизни» обсудили в ходе рабочего совещания в Доме правительства. Поддержка семей с детьми, активное долголетие и, конечно, здоровый образ жизни. Все это важные составляющие национального проекта «Демография», инициированного президентом страны Владимиром Путиным и касающегося практически всех жителей от мала до велика. Цели и задачи понятны. Увеличить продолжительность жизни граждан, при этом не утратив активности. Это возможно в том числе благодаря регулярным занятиям спортом. И как не раз отмечал руководитель республики Александр Евстифеев, для этого должны быть созданы все условия, независимо от того, город это или районный центр. Тема нашего совещания посвящена спорту «Норма жизни». Это национальный проект «Демография». У нас докладчик министра молодежной политики и спорта Батюкова Лидия Александровна. Как обозначила руководитель профильного ведомства, в текущем году в Мариал построены и до конца года будут введены в эксплуатацию 13 спортивных сооружений. Общей стоимостью более 372 миллионов рублей. Это фок в поселке Приворске. Стоимостью 245 миллионов рублей строительство завершено. Завершено строительство в Юрино. Стадион в городе Казмедельянске тоже завершен. 30 числа в пятницу мы подписываем документы. Общая сумма двух объектов 41 миллион рублей. Уже установлены у нас хоккейные борта в шести муниципальных районах. Это Оршанский, Парандинский, Серновский, Советский, в городе Волжск, Волжский район. Общей стоимостью 11 миллионов рублей. К первому сентября в Волжске будет завершено строительство фока открытого типа и начнет свою работу лыжероллерная трасса. В поселке Красногорске уже осенью все желающие смогут гонять мяч на новом футбольном поле с искусственным покрытием. А в Оршанском районе готовят к открытию площадку ГТО. В 2021 году мы продолжаем, как вы отметили, реализацию национального проекта «Спорт. Норма жизни». Общий объем финансирования 56 миллионов рублей. У нас стопроцентная законтрактованность. Подводя итог совещания, Александр Евстифеев напомнил, что основная цель реализации проекта «Спорт. Норма жизни» – это увеличение числа людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. И здесь важно, чтобы спортивные объекты, будь то открытые площадки или физкультурно-оздоровительные комплексы, были доступны и комфортны для каждого жителя республики. Продолжение следует...